У нас вышло два проекта. Это графический роман «Монстры» и графический роман «Зиквид». «Зиквид» у нас еще и полноцветный, наш первый цветной комикс. Что важно? «Монстры» — это суперлегендарный проект. Это, считайте, как человек с тремя «Оскарами». Я не знаю, просто не знаю, как вам еще объяснить. Это просто ветеран индустрии комиксов, человек, который придумал «Росомаху» все на свете. И это его личный проект, который он делал 35 лет. 35 лет человек делал этот кирпич, вы все его прекрасно видели. Поэтому рассказывайте, пожалуйста. Там очень актуальный вопрос, очень актуальные темы, я считаю, для наших дней, поэтому смотрим. «Зиквид» — это автор. Правда, это, наверное, нужно запомнить и знать, потому что этот проект его знают. У нас знают этого, в принципе, и Барри Винздера Смита, который сделал «Монстров». И Аликса Алиса знают нас на рынке в России. И это все авторы, которых знают в комиксной индустрии. И Аликс Алис, он автор «Звездного замка», который — это такой более детский комикс, серия комиксов, который издается в мифе. А это его более ранний, более взрослый проект, основанный на скандинавском эпосе и истории, мифе и легендах о скандинавском герое, победителе дракона. Он, естественно, драконоболец, каким он еще может быть. И сам проект, он в основе либретта немецкого композитора Вагнера. Так что Барри Винздер Смит, ветеран индустрии, работал с Марвел, сделал Конана Варвара, вообще прекрасный мужчина, сделал свою работу. «Зигфрид» — это работа от французского художника Аликса Алиса, автора «Звездного замка» по сюжету скандинавских мифов. Мы еще выпустили в конце года «Панельку». Это наше совместное издание с независимым русским издательством «Молот Хардкорп». Это небольшое издательство, которое делают русские народные комиксы. Русские народные комиксы, возможно, действительно правда. Они в чем-то, все, что они делают, оно либо сейчас модным, внедрением модного русского эпоса, либо попахивать балабановщиной. А балабанов тоже, значит, в моде. Поэтому и то, и другое довольно актуальная тема. Это наш совместный проект, и это «Ру Манго». «Ру Манго» — это русская манга. Она действительно манга. И, коллеги, если еще кто-то считает, просто меня в первую неделю многие довели практически до инфаркта. Я думала, у меня реально скоро будет уже какой-то рубец на сердце, потому что мне практически каждый сообщил, что книга сделана неправильно напечатана. Она правильно напечатана. Все манги, все японские манги читаются, просто японцы читают справа налево, и книжки они соответствуют. Им же неудобно открывать книжку слева направо и читать справа налево. Поэтому книжки японские вообще у японцев, они справа налево, все наоборот. Книжка напечатана правильно, это правильный порядок, и читать нужно тоже справа налево. В общем, читаем мы не в обычном порядке. В принципе, любители манги все это знают. Это остросоциальная работа, у нас есть предисловие «Циндука», «Циндуку» очень понравилась работа, и это история про, ну, там очень трудно рассказать, про что она, по факту она действительно, действие происходит в панельке, мне нравится эта работа, потому что здесь главный герой – мальчик в таком же противогазе примерно, как главный герой графического романа «Интернафт», который мы напечатали ровно, ну, то есть сделали год назад. И это русский проект, вы не смотрите, что там звуки какие-то японские, это абсолютно русский проект, поэтому обратите, пожалуйста, внимание. В первом портале мы также выпустим графический роман «Перевозчик». Это, получается, графический роман на французском языке, но при этом это бельгийский автор, если я не ошибаюсь, правда, так как это издательство, которое в Бельгии и во Франции работает, франкоговорящие части. Это очень известный проект, продано 50 тысяч копий серии, сейчас там две части, готовятся к изданию третьей и четвертой. Антиутопия. Опять антиутопия. Вообще все, что мы делаем, в принципе, это либо у нас антиутопия, либо такие автобиографические истории. То есть автобиографические истории монстры в окопах, мрачные истории, связанные с антиутопиями. Это, пожалуйста, Этернафт и там Панелька в чем-то, да, и вот Перевозчик туда же. Перевозчик еще нам нравится тем, что помимо антиутопии там есть такие мотивы, то есть там вообще про эпидемию, что это вообще постапокалиптический мир и постапокалипсис тоже. Тема наших графических романов, потому что получается, ну вот, например, Зигфрид, это, в принципе, то, это, кстати, апокалипсис, потому что дальше у нас будет гибель богов. И получается, Этернафт это тоже постапокалипсис, и Перевозчик это тоже мир после эпидемии, случился постапокалипсис, пропало все железо, а у него железо в крови есть, поэтому он один там ходит, путешествует и перевозит разные предметы. Дмитрий Арман, автор комикса, довольно известный тоже, работающий в жанрах от манги до супергеройских, стадористом был журналист. Он цветной, так что это будет наше второе произведение цветное. Обратите, пожалуйста, внимание. И так как комиксы и игровая индустрия у нас с вами в одной серии, я еще быстренько расскажу про книгу «Империя воображения» Дэнджин и Дрэгонс. Друзья, важный момент. Дэнджин и Дрэгонс это игра, но игра настольная, не компьютерная, ручками играем. Она стала, это легендарная вообще настольная игра. Почему? Потому что ее придумали в 70-х, и этой игре 50 лет, считайте, даже больше. И есть, и она командная, естественно, как любая настольная игра. Фишка в том, что это настольная игра, в принципе, скажем так, с открытым миром. То есть там нет, то есть правилами игры никак не ограничено, как будет развиваться сюжет этой игры. Поэтому есть люди, которые действительно играют в эту игру 50 лет. Это самая продаваемая вообще ролевая игра всех времен. И сейчас в этом году выйдет фильм по сюжету Дэнджин и Дрэгонс, и это очень обсуждаемая тема. Эта книга – это история жизни создателя этой игры Дэнджин и Дрэгонс. Его называют крестным отцом всех фэнтезийных приключенческих игр. Это очень важный персонаж для истории вообще игр и настольных игр, и релиховых игр прежде всего. Книга, насколько я правильно помню, сделана в виде интервью. Но там очень развернуты ответы, поэтому это, в принципе, можно сказать, автобиография. Друзья, мое любимое. Если после этого кто-то скажет, что мы такого не знали, я даже не знаю. Young Adult. Мы его, друзья, делаем. Young Adult. Что такое Young Adult? Young Adult. Как угодно. Пожалуйста. Young Adult. Это книги, дословно, это молодые и взрослые. Young молодые, Adult взрослые. Так что это молодежная литература. Мы делаем книги в детской редакции для детей, в принципе, до 12 лет. Ну, до 13, наверное, максимум. Книги, которые мы делаем, условно, с какой-нибудь энциклопедией, да, наши современные. Дальше возраст нами не охваченный. И вот эта дальше категория возраста, там, условно, от 15 до 30 лет, это все считается молодыми взрослыми. Вообще у нас в стране молодежь до 35 лет, поэтому это довольно обширная категория возраста. Кто-то из них школьники еще, кто-то студенты, потому что сейчас в школе вообще учатся до 18-19 лет. Вот. То есть кто-то школьники, кто-то студенты, кто-то уже работает, как я, например, и наши коллеги. У нас вообще, вот в «Быте», например, много молодых взрослых. Это в литературе, то есть молодые и взрослые, это, в принципе, и молодежная литература. Это не литература на какую-то тематику, да, это не литература в определенном жанре. Это литература, которая, как и детская литература, объединяется только по возрастному принципу. И это логичное продолжение нашей детской литературы. В принципе, ребята, которые начали читать «Зайцы Севу», скоро тоже станут молодыми взрослыми. Поэтому это логичное продолжение того, что мы вообще переходим в эту категорию. Им читать действительно нечего, потому что в России очень долго не обращали внимания на эту категорию возраста. И вот уже внутри этой возрастной категории есть разнообразные жанры, в которых работают, в которых можно работать. Это как мы в детской литературе с вами работаем, с полезными сказками, с научно-художественными изданиями, типа как «Астаураган» или «Мышонок Неда», да, с современными энциклопедиями, как там «Мальчики против девочек», «Нескучная наука», «Наука не скука», да. Это же все разного жанра литературы. Или справочная литература, да, где мы, там типа «Тренажер по скорочтению», например. Это все литература в разных жанрах на одну возрастную категорию. Тут то же самое. У нас одна возрастная категория, из ней можно работать в разных жанрах. Это может быть нон-фикшн литература, это может быть комиксы, это могут быть художественные литературы, которые тоже делятся на разные жанры, да, фэнтези, сентиментальная литература и так далее. Тематики разнообразны. В основном понятно то, что волнует молодежь, какие темы волнуют молодежь. Первая влюбленность, друзья, поиск вообще «Кто я?», «Как найти друзей?», проблема поколенческая, как наладить отношения с родителями. Вот, давайте теперь разберемся на примере наших уже выпущенных книг, каким жанром относится молодежная литература. У нас есть, то есть вообще мы начали с нон-фикшна для этой возрастной категории. И туда у нас выходили книги «Мой блок, мой стиль», «Тревожное поколение», мы выпустили в прошлом году от психолога-гештальтерапевта, да, «Субботний психологический клуб и будь собой», это книги корейских, южнокорейских писательниц. Вообще в Южной Корее молодежная литература – это огромное направление, оно ровно такого же размера, как детская литература, у них есть отдельная премия детской литературы, у них есть отдельные магазины для молодежных, для молодых взрослых, да, для молодежных, для молодых людей. И это, и у них даже есть отдельные премии. И вот эти книги, которые мы видим, «Субботний психологический клуб и будь собой», это книги, которые получили награды и рассказывают молодым людям о том, что происходит с ними. В принципе, это популярная психология по жанру. Просто она конкретно на другую целевую аудиторию, для молодых взрослых. Причем сделано тоже по-разному. Если «Будь собой» эта книга такая в чистом виде non-fiction, почему она для молодых взрослых? Там, в принципе, идеи, которые могут пригодиться любому. Там очень хорошие вещи написаны. Другой вопрос, что просто то, на чем автор рассматривает, то, как быть собой в любой ситуации. Это истории про то, как не волноваться, когда сдаешь экзамен, например, или еще что-то. То есть сами примеры, они близкие к все-таки молодым людям. «Суботний психологический клуб» вообще сделан как научно-художественное издание, что подразумевает наличие сюжета или нарратива в книге. То есть в этой книге «Суботний психологический клуб» на первый взгляд есть сюжет. Там девочка Аня приходит, ходит в кружок. Только она не в карате ходит, не на танцы. Она пришла в психологический кружок. И там ей рассказывают про разные психологические эксперименты. Но по факту мы узнаем вообще, как устроена психология, какие там есть эксперименты, что они открывают. И вообще рассказывают молодому человеку, как можно по-разному открыть себя и познать себя с разных областей психологии. И у нас есть комикс. С него мы открыли наше направление. Это наша первая книга, выпущенная в прошлом году на молодых людей. Это итальянский комикс «Карусель». Про него, мне кажется, мы много говорили, поэтому я не буду прямо застрять внимание. Да, это комикс по типу литературы, но по возрастовому, да, то есть если определять целевую аудиторию, то это книга для молодых людей. И художественная литература «Квантовая теория недопоцелуев», «Не читай комменты», «Лето, хлопья, баскетбол». Прекрасная книга, между прочим. И про что, значит, эти наши, мне кажется, у нас есть численный слайд. Что мы пытаемся делать? Во всех этих книгах мы их берем не просто так, типа они нам понравились или там еще что-то просто прикольное. Мы стараемся брать книги, где будут главные героини, то есть их проблемы и то, что их волнует в книге, будет соответствовать тому, что волнует любого молодого человека в этом возрасте. То есть мы пытаемся поднять какую-то тему. Например, в «Не читай комменты» это тема буллинга в сети, вообще общения в интернете. В принципе, такого, то есть, ну, как бы молодой человек не может прочитать Евгения Онегина и решить как бы проблему того буллинга в сети, правда? Поэтому классно, когда есть такая литература. Квантовая теория недопоцелуев сейчас молодые люди очень сосредоточены на том, чтобы познавать себя и вообще заниматься не только своим физическим здоровьем, но и ментальным здоровьем. Поэтому тема тревожного расстройства и вообще вся эта история, да, она очень как бы с запада к нам пришла, но как бы есть целая страта людей, которых как бы это волнует. И главная героиня квантовой теории недопоцелуев страдает тревожным расстройством, например. При этом она пытается, у нее там любовный треугольник, она пытается как бы из него выйти. Чтобы как-то вот, собственно, эти темы, мы их не просто поднимаем, как через литературу. Мы еще пишем предисловия от разных специалистов или представителей, которые рассказывают, или инфлюенсеров от поп-культуры, которые рассказывают, как вообще можно было бы еще, в отличие от этих героев, решить эту проблему. Или что было как бы прикольно сделано ими, классно, корректно. Как можно было по-другому выйти из ситуации. В общем, мы пытаемся дать в том числе в таком виде какое-то решение молодому человеку, как поступить в той или иной ситуации, с которой он точно сталкивается, как и герой наших книг. В принципе, я про это уже сказала. Так, я так не просто так распинаюсь, потому что у нас есть еще следующий слайд про то, что мы делаем в этом году. О, да, мы продолжаем делать книги для молодых взрослых в этом году. Только они у нас будут уже от русских авторов. У русских авторов есть некоторая поддержка, но было бы здорово, если бы мы поддержали их рассказом, если мы будем ставить их в правильное направление, рассказывать им их и так далее. У нас два хороших автора. И это уже книги в жанре фэнтези все-таки. Поэтому мы завели серию, коллеги, обратите внимание, что Young Adult – это наш как бы сегмент. Как и детская литература, у нас есть сегмент Young Adult литературы. И вот в сегменте Young Adult литературы у нас есть серия, теперь Peter Fantasy. Fantasy – это получается произведение, где есть какое-то мистическое составляющее нереалистичное. И у нас здесь два автора. Екатерина Звонцова, она современная российская писательница и редактор, редактор мифа и эстет, в том числе удаленный. И она автор бестселлеров в разных книг прозы. Это «Теория бесконечных обезьян» вышла в прошлом году, «Капитан два лица», там другие книги. В общем, она издающаяся, ее книги допечатываются в других издательствах. И она отдала свою новую книгу «Белая пешка», в общем-то, нам. Это довольно объемное произведение про приключения восьми, по-моему, молодых ребят. Ну, как приключения? Вообще там такой довольно трудно пересказываемый сюжет такой. В принципе, мы знаем, что все эти герои, их уже нет. И мы читаем их дневники, восемь разных дневников. Они все друг с другом знакомы, у них у каждого разная профессия. Мы узнаем, в общем-то, что с ними со всеми произошло. И вторая книга Дарина Стрельченко. Это тоже молодая современная русская писательница. У нее вышла в Эксмо книга «Земля, сни и имен». В этом году у нее вышла «Антиутопия, заряд воображения». Выйдет еще книги. Они все только так, вот как горячие пирожки, у них расхватывают рукописи и печатают. Мы, нам, я считаю, досталась самая лучшая вообще рукопись, потому что она очень музыкально построенная, очень зрелое, сильное произведение. А за околицей тьма – это фэнтези, основанная на удмуртском и русском фольклоре. Удмурт – это такие ребята, которые между Волгой и Уралом живут, относятся к финно-угорской группе малых народов. Кстати, в этом году вообще-то «Малые народы» – это вообще тема этого года. Все активно это обсуждают, поэтому в связи тоже можно поднимать этот вопрос. Переходим к рисованию для начинающих. Это книги для тех, кто, в принципе, вообще не умеет рисовать или ходил в художественную школу, я не знаю, там, типа, может, не закончил художественную школу, либо, может, наизу у него хорошо получалось. То есть это не для профессионалов книги и не для детей тем более. Две книги мы выпускаем новые. Одна, как бы, обе… Не знаю, как это вышло. У обеих книг авторы у нас с азиатскими именами, но при этом правая, которую вы видите, создание фантастических существ и животных с помощью аквареля, она все-таки американская. Просто это американка китайского происхождения, если я не ошибаюсь. А левая книга, которую мы видим, она корейская. Корейская, да? Да, она от корейского автора. При этом мы еще выпустим другую книгу этого автора, Салараки. Это ее, естественно, никнейм. Севдоним ее. В общем, мы выпустим еще другую книгу от этого автора, только она будет уже для профессионалов. Эти обе книги для начинающих. Первая про то, как покрасить персонажей в фотошопе. Там очень удобно, потому что там есть прямо приложенные файлы, которые ты можешь взять и покрасить. Это диджитал, как бы, рисование, да? А справа акварель, то есть абсолютно традиционная техника. То есть две разные техники на одну и ту же целевую аудиторию, условно. Что классно, красим персонажей в фотошопе. Там очень прикольные пошаговые тюториалы. Мы сейчас посмотрим на следующей страничке. И твоя задача, по факту, только как бы красить этих персонажей и осваивать интерфейсы, возможности фотошоп. Правая книжка, она про освоение акварельной техники. Прикольно, что ты ее, просто обычно акварель осваивают на чем? Типа ты либо рисуешь фрукты, овощи, пейзажи, естественно. Как бы как-то так вот. А тут нам показалось классным, что ты отрабатываешь акварель именно на фантастических, нереальных, потусторонних существах. Такое, как бы, очень необычное направление. Давайте посмотрим картинки. Это иллюстрации из книги «Красим персонажей в фотошопе». Ну, как бы, какое оно, то есть, название буквально передает содержание. Вот посмотрите, как бы, работу слева вообще, какие там крутые вообще иллюстрации. Понятно, что красим мы более простых персонажей. Вот мы можем посмотреть на более правые иллюстрации, что можно делать, как мы это красим. В общем, тут такие шаговые мастер-классы от художницы. А художницы – комиксы. Вот, и создание фантастических существ и животных с помощью акварели. Ну, тут довольно классическая, ну, акварель довольно классическая техника, но довольно, но при этом дана небольшая теория по тому, как смешивать цвета акварельные, потому что это тоже отдельно, акварель непроста в этом смысле. Про то, как делать, то есть там про технику довольно много, и ты ее отрабатываешь на как раз уже реальных картинках, которые она приводит. Вот посмотрите, там потрясающие просто рыбы, русалки. Очень, в общем, круто. А теперь рисование для персонала. Тут как бы уже только если ты либо работаешь в индустрии, либо туда пришел из какой-то другой сферы, в общем, только что-то такое по-другому уже не получится. Так вот с нуля палка-палка человечек не зайдешь. Честно говоря, и в эти книжки как бы палка-палка огуречек не зайдешь. Потому что тут все-таки, как я сказала, ты либо уже что-то умеешь, ходил там в художественную школу. Все-таки в таком плане. Здесь это прям книги для ребят из индустрии. Мы, честно говоря, раньше не очень, то есть немножко, наверное, даже побаивались такой литературы, потому что фреймтинг, мы не будем переводить эту часть названия, фреймтинг – это такое стоявшееся выражение. Все эту книгу, все профессионалы на рынке эту книгу знают. Есть просто ряд книг, которые все профессионалы в любой стране знают. Вот фреймтинг – одна из них. Рисунок и композиция для визуального стори-теллинга. В общем, эта книга, она тоже не учит тебя рисовать. Эта книга все-таки про умение думать, как и к нашей книге «Дизайн персонажей». Книга «Дизайн персонажей» не помогает тебе сделать твою технику лучше. И эта книга тоже не помогает улучшить твою технику. Эта книга позволяет художнику по-другому, то есть понять, как ему размышлять, чтобы получилось хорошо. Но в данном случае размышлять с точки зрения построения сюжета. Как придумать, как круто выстроить композицию, как круто сделать друг за другом несколько изображений, чтобы они максимально точно и подробно передавали сюжет, который ты хочешь, или историю, которую ты или твой, получается, сценарист хочет передать. Вообще книги четыре в серии. Две из них, мы вообще надеемся, что мы все четыре выпустим в этом году, честно. И это первое, которое мы открываем. Авторы книги хорошо очень знают все представители индустрии. Он вообще в течение 12 лет преподавал технику рисования. Работал в DreamWorks и в Sony Pictures. Книга учит делать раскадровки. Вот вы можете посмотреть справа изображение. Вообще рассказывает, что такое кадр с точки зрения сюжета. И она не для сценаристов, она именно для художников все-таки. Но, в принципе, подойдет и тем и другим. То есть это про умение размышлять, про то, как правильно выстраивать картинку, картинку, как передавать через картинку историю. Вот как раз, кстати, вторая же книга, правильно? Это как раз вторая книга, про которую я вам говорила. Первую мы видели про технику, как красим персонажей в Photoshop. А это вторая книга. Она про дизайн женских персонажей. Тьюториалы. Вообще, обратите внимание, у нас есть такая надпись «Тьюториалы от азиатских художников» в названии. Это будет часто встречаться в этом году, потому что мы приобрели некоторое количество прав на корейские, японские и китайские издания, которые собираемся выпустить в этом году для художников, профессионалов и для начинающих. Но прежде всего для профессионалов. Я застрю на этом внимание, потому что почему для нас важно... О, я ничего не успеваю. Почему для нас важно книги вообще делать в азиатской технике? Потому что азиатская техника рисунка, она абсолютно другая. Они вообще абсолютно по-другому и думают, и работают. Они с точки зрения техники. То есть они и думают, и технически подходят к вопросу. Абсолютно не так, как западная школа. Ну, западная школа – это тоже такое какое-то очень неправильное понятие, но в целом, чтобы разделить. И при этом понятно, что меньше издателей... Вообще, они меньше рассказывают, их меньше найти в Ютубе, там можно и так далее в интернете, потому что у них там свои Ютубы и свои интернеты. Поэтому это очень ценное издание для профессионалов. И мы как раз серию тюториала от азиатских художников откроем с этой книги. Она, в принципе, как дизайн персонажей, который мы сделали, дизайн персонажей животных, просто рассказывает про дизайн персонажей женских с точки зрения того, как с этим работают азиаты. А вы сами знаете, что там манго, азиатская вообще техника рисунка, она абсолютно другая и очень узнаваемая. И мы про это как раз расскажем. Я очень быстренько, значит, рукоделие. Вяжем спицами для новорожденных от автора Курчкина. Вы видите книги, которые она делала до этого. Но это подарочное издание. Оно у нас дорогое, большое, красивое. Там 13 метеатурных изделий. Вот посмотрите, там вот такие фотографии, такая роскошная верстка. В общем, и у Курчкины есть подарочное издание. Это Ксмо на другую тему, про круглую кокетку. Вот, поэтому я надеюсь, что зайдет, очень рассчитываем на вас. И продолжение книги «Неформальный путеводитель» – это между Петербургом и Москвой. С одной стороны книжки про Петербург, с другой стороны книжки открываешь, и будет Москва. Это тоже не будет ошибкой. Посмотрите, какие рисунки. В общем, продолжение «Неформального Петербурга». У нас уже была такая книга. Вот это вот продолжение, только теперь и про Петербург, и Москву. Можно продавать вместе с новой Астой, между Петербургом, которая путешествует в двух столицах, потому что это про то же самое. Всем спасибо, я успела.